Партнер показа сеть фирменных магазинов Гефест. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добрый вечер, Гомель! Добрый вечер, друзья! Летом, когда появляется чуть больше свободного времени, у школьников, у студентов приходит мысль о подработке. Как сделать правильный выбор и не попасться на удочку мошенников. Где формируют студенческие отряды и больше всего платят. Об этом и не только будем говорить сегодня в студии программы «Добрый вечер, Гомель!». Итак, наши собеседники. Комиссар Гомельского областного штаба студенческих отрядов Дмитрий Сивый. Добрый вечер. Дмитрий, добрый вечер. Добрый вечер. Рады видеть. Спасибо. Проходите. Начальник отдела кадров Гомельского филиала Республиканского унитарного предприятия «Белтелеком» Елена Борисенко. Добрый вечер, Елена Николаевна. Добрый вечер. Добрый вечер. И лучший командир студенческого строительного отряда «Беларуси-2015» гомельчанин Алексей Белкин. Леша, добрый вечер. Добрый вечер. Спасибо. Добрый вечер. Добрый вечер уже в разгаре. Отряды каких профилей сегодня работают в регионе? Дмитрий, расскажите. И строительный профиль, и педагогический профиль, экологические отряды тоже приступят к своей деятельности. Ну, а волонтеры – это круглогодичная занятость. Задача на сезон 2016 – трудоустроить большинство толковых ребят из Гомельской области. Правильно я понимаю? Ну, мы, конечно, стремимся к тому, чтобы трудоустроить каждого желающего. Планы у нас амбициозные, но мы хотим трудоустроить не меньше, чем в прошлом году. Раз заговорили про трудоустройство, каким был 2015-й в этом плане? Можете вспомнить? Вы знаете, для Гомельского областного штаба студенческих отрядов год молодежи – это, ну, скажем, знаковый год. Ударный был год. И очень ударный, и богат на сюрпризы в плане занятых мест. Мы не ожидали, что мы возьмем столько много призов на республиканском конкурсе. Мы второй год подряд наш Гомельский городской штаб занял первое место. А Гомельский областной штаб также занял первое место. В Гомеле живет лучше командир студенческого строительного отряда. Это Алеша? Абсолютно верно. Живой представитель того же самого отряда. Кстати, Лешин строительный отряд, он и был первым, который по профилям занял первое место. То есть мы начали победу именно со строительного профиля, которая оказалась знаковая, и, скажем, фортуна нам улыбнулась. Хорошо, год был плодотворным, мы уже поняли. Какое количество ребят удалось трудоустроить в 2015-м? В составе студенческих отрядов мы трудоустроили более 14 тысяч, а индивидуально чуть больше тысячи у нас было. Уверен, для многих самый интересный вопрос – максимальная и минимальная заработная плата в студенческом отряде. Энтузиазм – это хорошо, но все-таки хочется что-то у своей труды получать. Конечно, каждый труд должен быть вознагражден, и не помешало бы, чтобы были выплачены какие-либо денежные средства. Нужно понимать, что работа ребят несовершеннолетних, она ограничена некоторыми нормами законодательства. То есть если с 14 до 16 лет – это 4 часа, это 6 минут они могут работать. А с 16 до 18 – это уже 7-часовой рабочий день. Ну, а совершеннолетние – это как мы с вами, да, работаем полный рабочий день, но если просят, то где-то еще и задерживают. Не нормировали. Бывает и такое. В случае студотрядов, наверное, это исключено. Абсолютно. Но если требует, наниматель, конечно же, обращается за помощью, просит ребят, если вы задержитесь, ну, конечно же, это будет оплачено. И многие соглашаются, то есть никто никого не заставляет, это самое главное. И все же, если говорить про оплату. Если по оплатам брать, то, ну, давайте я скажу низкую, то есть минимальную планку, да, и максимальную, которую заработали, то есть градация. Минимальная планка составляла от полтора миллиона, там, до шести миллионов, будем так говорить, по различным сферам. Минимальная – это сельскохозяйственные отряды, а максимальная планка была – это строительный профиль. А у нас в отрядах нет такого, что пошел один отряд, ну, например, Лешин, да, и им сказали, получите, там, условно говоря, там, по пять миллионов белорусских рублей каждый. И они уже себе так думают, ага, ничего не делаю, пять миллионов заплатят. Нет, нужно что-то сделать. Поэтому в отряде были разные зарплаты. И не что-то, а не мало наверняка, правда? И так, в принципе, во всех студотрядах, не так ли? И на Белтелеком? Я хочу рассказать о студенческих отрядах, которые работают в компании Белтелеком. У нас в этом году работает два студенческих отряда. И ребят мы уже взяли к себе еще с января месяца, то есть на первые зимние каникулы. У нас сформировано два студенческих отряда. Первый студенческий отряд – это состоит из технических специалистов-студентов Белорусского государственного университета транспорта. И второй отряд – его можно так назвать творческий отряд. Он состоит из разных студентов высших учебных заведений. Что касается заработной платы, то прежде всего заработная плата зависит от самого студента. Если у студента есть желание, стремление заработать, он заработает свои деньги. И оно ведь заметно буквально с первых дней, я думаю, работы, правда? Кто проявляет больше энтузиазма в этом деле? Ну, вообще молодежь, она вся умная и талантливая. Во всяком случае, та, которая работает в Белтелекоме. Я про Белтелеком. В общем, к вам отправляют лучших студентов. Мне кажется, что Леша бы поспорил, не так ли? Я могу поспорить. Недаром мы и лучший отряд взяли на республике. И действительно, мы работали на стратегическом объекте. Это трасса М5, Минск-Гомель. И у нас были достаточно большие объемы работ, которые мы выполнили. И согласно этим уже объемам работ, нам прораб закрыло очень хорошо. И все ребята остались довольны. То есть у нас полностью и не только энтузиазм. Ну да, где-то надо было кого-то немножко так и подтянуть. Но все равно все справлялись. Хоть и погода была, очень жарко все. Но все молодцы и были достойно награждены. Дмитрий, одно из самых популярных направлений и сегодня, и в прошлое годы – работа за границей. Не так ли? Да, и здесь вы абсолютно верно подметили. Скажу к слову, что Гомельский областной штаб уже на протяжении многих лет является лидером по количеству ребят, которые работают за границей. В основном это Российская Федерация. Мы работаем традиционно с Орленком. Это Всероссийский детский центр. Это большой мегаполис такой, я бы сказал. И где работают различные ребята с различных уголков Российской Федерации. И мы там находимся, да. А какие регионы России? Мы можем так перечислить? Да, можем. Это Туапсе. Это первый регион. И второй регион – это Московская область, Коломенский район. То есть рядом с Коломной, с историческим центром, там работают наши сельскохозяйственные отряды. Туда традиционно выезжают и студенты, и учащиеся среднеспециальных учреждений. Я иногда называю такое слово популярное, наверное, элитные отряды, да, потому что за границей где-то и зарплата, где-то и море, где-то и новые знакомства, где-то и различные экскурсии. Да, в конце концов, сменить место – это тоже хорошо. Установки, да. Увидеть новые города. Желающих много. Приходится настоящий кастинг устраивать. Вы знаете, да. Здесь, конечно, абсолютно верно. Идет кастинг, идет отбор. То есть если наши ребята, Берсемовцы, которые на протяжении года себя зарекомендовали, активно участвовали в мероприятиях, акциях, в прошлом году они являлись командирами, комиссарами бойцов, они в первую очередь направляются в такие отряды. То есть им есть уже доверие, они уже проверенные ребята, они наши. Как бы многим не казалось странным, но сегодня достаточно популярны и волонтерские отряды. Насколько это движение, это направление развито у нас в Гомельской области? Вы знаете, да, есть еще один профиль, немалозначимый. Да, он неоплачиваемый, но он очень нужный. Это волонтерство. Волонтерство – это не по зову кого-то, а по воле души. Да, если у тебя есть желание помочь кому-то, и неважно, кто это будет, это будет просто бабушка, пенсионер, ветеран, котенок, либо кто-то нуждается в материальной помощи, как буквально в прошлом году мы проводили все краски жизни для тебя, для двух студентов, которые попали в жизненную ситуацию, аварии были, прошел большой грандиозный концерт. Или это проект по благоустройству? Либо это проект по благоустройству, либо ветераны – это наше прошлое, это наше настоящее и наше будущее. Они у нас на первых ролях, то есть мы все свои силы обязательно им отдаем. Если забор поставить, да просто прийти поговорить в конце концов с человеком. Что для них самое важное? Абсолютно верно, да. Леша, как считаешь, размер зарплаты важен все же, или можно обойтись и без оплаты в некоторых ситуациях и случаях? Ну, здесь можно смотреть с разных точек зрения, как себя человек вообще преподносит для жизни. Вот у меня, ну я уже второй год работал в студенческих отрядах, и у меня есть кое-какое сравнение относительно тех бригад, с кем я общался. Получается, первый год, то есть люди наслушались рабочих, что нам ничего не заплатят, они сами себе это накрутили и не хотели работать. Второй год, ну и получается, мы получили достаточно маленькую зарплату по тем временам, хотя из других организаций, тоже у нас смежная организация ДСТ номер 2, они получили побольше нас, ну и нам немножко было обидно. Второй год, я уже говорю, ну ребята, давайте, чтобы такого не было, как в прошлом году. Сделаем выводы, поднажмем. Да, поднажмем, ну ошибки эти все учтем, и в будущем как бы для себя сделаем все, чтобы для нас было очень хорошо. Ну и вот. Нет, что касается вот волонтерского движения, приходилось ли тебе быть волонтером и твоим друзьям, и насколько считаешь это важным? Ну, волонтерство это неотъемлемая, я считаю, часть жизни, особенно молодого человека, потому что его, ну организм, он еще полон энергии, и чтобы ее куда-то в другое русло не направить, лучше пойти... На полезные дела какие-то, правильно? Да, пойти помочь тому же самому ветерану, которых остается все меньше и меньше. Где трудился летом 2015? Расскажи подробнее. Мой отряд, магистраль, он трудился на пойме реки Березина, это возле Бобруйска, и наша именно деятельность была представлена тем, что мы укрепляли откосы. Дело в том, что подход к реке, он достаточно высокий, насыпи высокие, чтобы сохранить земли, земли там сельскохозяйственные, откосы делаются более такими крутыми. И чтобы не было обвала земляного полотна, они укрепляются ее решеткой. И вот именно наш отряд, он и участвовал, так сказать, в укреплении. Как Леша говорит, со знанием дела, я так понимаю, помогли знания, полученные в родном университете, не так ли? Это ведь еще и хорошая практика. Да, и именно я учусь по этой же специальности, автомобильной дороге, и для меня ту теорию, которую я получил за 4 года именно, мне было хорошо уже именно попрактиковаться. А что запомнилось больше всего во время работы? Ну, запомнилось, во-первых, сам вот эта атмосфера стройотряда. То есть ты с ребятами, грубо говоря, каждый день, бок о бок, ну даже можно сказать, каждую секунду, потому что ты просыпаешься с ними, на ужин идешь с ними, и ночуешь ты тоже вместе с ними. А построения были у вас по утрам и вечерам, к примеру? Нет, построения мы единственное, когда собирались после работы, там просмотр фильмов какой-нибудь, еще что-то обсуждали, допустим, иногда, если хотели углубить свои познания какие-то, мы шли к мастеру, у него брали проект. Мастер-класс, так называемый, брали, да? Ну, можно и так сказать, мы брали проект, что-то смотрели для себя, если нам что-то было непонятно, уже обращались к нему непосредственно, и он нам объяснял, что и как. И все-таки это не только работа, это еще и отдых, возможно, и песни у костра под гитару. Обязательно, это и такое было. Нет, не вливая часть. И за этим тоже едут ребята в студотряды. То есть это возможность и пополнить в финансовом плане свой кошелек, но еще и просто... Ну, это еще и хорошее после работы мы организовали досугу. Возможно, все доходы, хорошо провести время и лето. У нас рядом было озеро возле стройгородка, и мы иногда ходили, так сказать, и костер был. Хоть мы и работали по 12 часов, но у нас еще находились силы, чтобы пойти куда-то прогуляться. Кто хорошо работает, тот хорошо и зарабатывает, даже в строеотряде, не так ли? Да, я здесь полностью с вами согласен. В период, когда я работал за одну вахту, то есть за 15 рабочих дней, я получил порядка 6 миллионов, там 6-10, да? Но если взять по курсу доллара того времени, это было где-то 450 долларов. Если не секрет, на что потратил? Я проработал вторую еще вахту и купил себе ноутбук. Прекрасно. То есть писать диплом и ездить с ноутбуком, это достаточно хорошо. Это ведь действительно хороший пример, пример заразительный. Сейчас заявок в студотряды будет в разы больше. По итогам 2015 года ты стал лучшим командиром студенческого строительного отряда Беларуси. В чем секрет? Поделись. Ну, секрет достаточно прост. Нужно относиться к тому делу с любовью, подходить достаточно ответственно. Дмитрий, а мы с Сашей подошли бы для студотряда? Хотя они не студенты вроде, но... У меня, кстати, такой опыт уже и есть. И строительного отряда, и сельскохозяйственного. А вот у тебя интересно. Вот я и спрашиваю, может быть, я хотела бы как раз записаться на 2016-е. У нас шансы есть попасть в этот отряд. У нас есть. Я смотрю на Елену, она вспоминает свои студенческие, студотрядовские годы. Не так ли? Ну, первый мой был студенческий отряд. Тогда он назывался просто стройотряд. Это был 83-й год после седьмого класса. Мы учили в школе. Тогда со школы уже выезжали. И первый был стройотряд. Мы были на благоустройстве. Это деревня Просвет Гомельского района. Здесь у нас, в нашей Гомельской области. И второй раз, уже будучи студентом, я училась в Минске, мы ездили в Витебскую область. Подальше? Там уже подальше, да. В осенний период мы убирали сельхозпродукцию на светле. Немножко окунулись в историю. Дмитрий, все же, где можно записаться в студотряд? И как это можно сделать? Если вы являетесь учащимся в ВУЗа, СУЗа, школы, либо просто хотите где-то подработать, вы можете всегда обратиться, во-первых, в первичные организации, в своих учебных заведениях, а также в районные территориальные комитеты БРСМ. То есть оставить заявку, анкета. Там же, я так понимаю, и вакансии будут соответствующие? Спросить про вакансии. А что за работа? Где? Будут возить, не будут возить? А где мы будем работать? А что мы там будем делать? А сколько огурцов нужно собрать? А дадут ли мне красивую форму, правда? Дадут ли красивую форму? И каску нужного цвета в цвет блузки. Абсолютно верно. Все вопросы задаются абсолютно, и нужно стесняться. Даже если вы будете считать, что это вопрос такой своеобразный, задавайте. Елена Николаевна, когда на предприятии Белтелеком появился первый студотряд? Давайте вспоминать. Если говорить о компании Белтелеком в целом, то первый студенческий отряд был создан в Минске в 2013 году. У нас в Гомельском филиале РУП Белтелеком первый студенческий отряд был создан в 2015 году. У меня было два студенческих отряда. Имеем опыт и с одним отрядом, и со вторым. Если брать о студентах, о ребятах, которые у меня работали, то это довольно-таки талантливая, умная и квалифицированная наша молодежь. Эта молодежь ко мне пришла студенческим отрядом во второй раз в январе. Ребята заняты у нас на разборке бывшего в эксплуатации оборудования. Вы, наверное, знаете, что у нас на территории Гомельской области идет большая модернизация услуг электросвязи. И как раз-таки силы студентов, будущих профессионалов, конечно, будут не лишними. По уничтожению старого оборудования, вышедшего из эксплуатации, они просто незаменимы. Но и это еще не все. Ведь ребят привлекаете и в привлечении новых клиентов. Второй сервисный отряд – это творческий отряд, это коммуникабельная молодежь, интересная молодежь. Этот отряд создан для того, чтобы привлекать новых абонентов для подключения к нашим новым услугам. Это и интерактивное телевидение зала, это и интернет-байфлай, это и современная телефония. Поэтому данный отряд – это живой отряд. Что конкретно ребята делают? Выходят на улицы и зазывают? Или информируют население? Сдаются новые дома, идет открытие электронных станций, переключение, чтобы понятно было, старых номеров со старых станций на новый. Ребята ходят по квартирам, на месте, дома, жителям города Гомеля рассказывают о наших услугах, предлагают наши услуги. И жителям не надо тратить свое драгоценное время, ехать к нам в сервисный центр. Отстаивать очередь, что нередко бывает тоже, да? Уже редко бывает. Очередей практически нету, потому что студенты за два месяца своей работы, они оббежали более 6 тысяч квартир. Они нам принесли 3 тысячи заявлений. То есть это 3 тысячи потенциальных наших абонентов получили услугу ту или иную. Я уже не говорю, телефония это, байфлай или зала. Они получили эту услугу, не выходя из своего дома. В общем, ребята, студенты зарекомендовали себя как положено. Не разочаровали вас как работодателей? Нет, нет. Студенты все. Я не могу выделить кого-то лучше, кого-то хуже. Каждый студент сам себе определил, какую он хочет заработную плату. Кто хочет больше, тот работает лучше, быстрее, успешнее. Кого устраивает зарплата в 2 миллиона, тот получает 2 миллиона. Итак, итоги трудового семестра 2016 будут подведены этой осенью. Что ждет победителей лучших из лучших? Традиционно после окончания трудового семестра подводятся итоги. Областные итоги, республиканские итоги. Ценные подарки в первую очередь. Потом уже дипломы и грамоты. Это все хорошо. Но что-то конкретное имея в себе в руках, и можно применить это дома. Либо это кофеварка, либо это блендер какой-то. То есть какой-то прибор бытовой, да? Да, бытовой прибор. Но обычно, если уже известные где-то какие-то результаты, остался технический момент. Но я спрашиваю, ребят, что же нужно там? Что бы вы хотели? Что бы вы хотели? Автомобиль никто не говорил, не называл? Ну, скромняги. Хорошо, но помимо полезных вещей, это же еще и символы трудового семестра. Я так понимаю, один из примеров студии. Абсолютно верно, да. Вот такой своеобразный стеклянный мастерок, да, был подарен областному штабу в честь того, что он стал победителем. Ну, кроме того, у нас еще есть переходящий кубок. Могу вам продемонстрировать его, да. Если можно. Я так понимаю, вы его запрятали, чтобы мы не унесли потом, случайно, после программы? Конечно. Вы можете его унести только в одном случае, если вы станете лучшими. Но для этого нам сначала нужно будет примерить вот такую замечательную касту. Абсолютно верно. Вернемся к кубку. Что за он? Это переходящий кубок. Сделан он центральным комитетом, как лучшему областному штабу студенческих отряд, лучшим из лучших в республике. В этом году он достался нам. Тяжел, наверное. Да, тяжелая ноша, несмотря на то, что он маленький, да, такой, но вложено было в него сил очень много. Как и нашими дорогими нанимателями, так и нашими непосредственно дорогими ребятами. Потому что без них этой победы бы не было. Тяжелая ноша. Да и задачи они простые. Задача сделать труд молодежи безопасным, высокооплачиваемым. Ну и, конечно, все заявки учесть. Спасибо вам за эту работу, за интересный разговор. Спасибо большое. Да, очень познавательно. Наверняка мы, Саша, все-таки подумаем над тем, чтобы войти в студотряд. Возьмем отпуск и отправимся на поля Гомельской области. Да, спасибо большое. До встречи. Доброго вечера вам. Доброго вечера, друзья. Спасибо. В хорошем дизайне функциональность всегда первична, независимо от форм. Но это не должно угнетать эмоции. Это высказывание принадлежит итальянскому дизайнеру Джорджо Саппаретти. И мы с этим абсолютно согласны. Как создать максимальный комфорт и уют в собственном пространстве, при этом прилагая минимальные усилия и средства, о чем стоит не забывать в погоне за практичностью и какой он эксклюзивный дизайн интерьера. Об этом и не только расскажут гости программы. Пришло время хендмейт рубрики. Мы приветствуем в студии нашего постоянного эксперта, председателя общественного объединения Белорусской гильдии мастеров и ремесленников Светлану Гаврильчик. Добрый вечер. Добрый вечер. Сегодня, благодаря вам, она у нас в студии возникла. Стоит отметить, наша студия всегда преображается, когда приходит Светлана и ее команда. Спасибо большое. Ну, мы опять же, в силу традиции, да, я хочу как бы дать вот такой вот интересный цветок, который сделала Ирина Акуленко. Это наш мастер из Минска. Я думаю, что он будет вам... Он больше подойдет мне, чем Саше, правда? Очень импонировать на этой передаче. Да, конечно. Спасибо большое. Нынешняя мода универсальна, он бы подошел, конечно, и мне, но мне просто до эфира сказали, что подарки для меня еще впереди. Да, это будет маленький сюрприз в конце передачи. Светлана, по уже сложившейся традиции, начнем с вас. Расскажите о вашем знакомстве с этой творческой семьей. С превеликим удовольствием, потому что это мои очень хорошие друзья. Они не менее талантливые художники, дизайнеры. И вы знаете, с Костей я познакомилась, наверное, лет 13 назад. Я вообще по первому образованию архитектора. И, конечно же, я постоянно посещала всевозможные картинные выставки, галереи, то есть в Минске, да? И когда приехала в Гомель, то первая выставка, которая была, это была в Гомеле, в университете, вот в этом замечательном зальчике, да? Я не помню, то ли это была персональная выставка Кости, то ли это были, да? Вот, персональная выставка, да. И тогда мы первый раз познакомились с Костей на выставке. То есть мне очень понравились его работы, очень понравился его стиль, поэтому я сначала купила одну картину, потом вторую, потом третью, потом Костя мне подарил картину. И так мы стали общаться. И вот Костя может мне позвонить, сказать, Светлана, вот, значит, у меня было очень интересное мероприятие, потому что мои картины вручали за первое место на, Костя, как это называлось, мероприятие? Ну, это фестиваль был в России, называется «Амурская осень». Вот, «Амурская осень», да, он говорит, я очень хочу поделиться своими впечатлениями. Вот он мог прийти, мы смотрели картины, а потом один раз он звонит и говорит, Светлана, а можно я познакомлю вас со своей девушкой? Я говорю, да, конечно. И вот так я познакомилась с Аннушкой, да. Вот, потом я узнала, что они вместе работали, я познакомилась с творчеством Анны. Ребята, я так понимаю, познакомились тоже на почве творчества, не так ли? Как создавалась ваша творческая семья? Ну, да, мы познакомились в художественной школе, мы работали там, детская художественная школа, было очень хорошее место. Мы там и учились, и потом спустя несколько лет преподавали в ней, вот, там встретились с Анютой, да. Она энергетически очень яркий человек, поэтому... Близка вам очень? Очень. Аня, помните этот день, как вы познакомились? Да, познакомились мы очень давно, я закончила Гомельское художественное училище, и меня направили на практику в детскую художественную школу. Вот, я там увидела Константина и подумала, да, это он. То есть, не видя еще его работ? Нет, конечно. А если бы она увидела еще его работы, то, конечно бы... Любовь с первого взгляда. Любовь с первого взгляда. Это была любовь, с моей стороны, с первого взгляда. Даже и без творчества. А любовь к картинам, это была уже любовь со второго взгляда. Светлана сказала, что ваши работы значительно отличаются. Знаем, что, Анна, вам ближе абстракция. Вот, что еще рисуете? Ой, что я рисую? Я рисую свои, в основном, внутренние эмоции, внутренние переживания. Хотя я достаточно, ну, неплохо владею академическим рисунком. То есть, все это мы изучали, проходили. Но для меня эта тема немножко, как бы, скучна. То есть, если... Ну, я придерживаюсь такого мнения, что если человека с детства приучать рисовать портреты, то обязательно он их научится рисовать. Но не каждый человек станет при этом известным художником. А если, допустим, точно так, как игра на пианино, каждый сможет играть на пианино, но не факт, что он станет великим музыкантом. Поэтому, как бы, мне академизм не очень интересен и близок. Я больше люблю... Импровизация и точка. Да, да, да. Краски, брызги. Мне надо много энергии в себе. У меня много энергии, вот, и мне ее надо куда-то отдать кому-то, вот, выплеснуть куда-то. То есть, ну, вот так вот построен мой процесс творческий. Расскажите о своем творчестве. Какие направления близки? Знаю, что некоторые из ваших работ сегодня есть и у достаточно известных людей в домах. Ну, у меня направление отличается тем, что мне нравятся, наверное, более созерцательные вещи. То есть, такие, может, даже больше статичные. Где можно... Это какие-то классические сюжеты или что-то философское? Ну, я бы не назвал классические, наверное, фантазийные больше. То есть, какие-то вещи такие символические, символические. Вот, графика нравится. То есть, в основном вот эти направления. Вот. Ну, если можно, вот, какой-нибудь из работ... Это моя работа? Опишите, да, что это за работа и как она создавалась? К примеру, это. Ну, вот это, это исключительно... Я не был ни в Венеции, ни в Риме, но у меня создалось какое-то внутреннее ощущение этих пространств. И мне было интересно изобразить их, как я их чувствовал. Ну, то есть, это мое субъективное восприятие, скажем так, вещей. Как красиво. Вот. Процесс нашего бурного общения и совлазнения друг с другом. Сделал свое дело. Вы появились. Вы просто задаривали друг друга подарками. Портрет. Портрет. Писали. Портрет за портретом. Это был повод побыть вместе. То есть, кому-то нужны бриллианты, цветы, конфеты. А художникам и творческим людям достаточно просто вдохновение. Подарить друг другу свою картину. Да. Лучший подарок. Что еще можно придумать? Анна Константин, некоторые работы вы сегодня принесли в нашу студию и сделали такой целый, как сказать, авангард. Конституция, выставка. Как правильно? Да. Наверное, да. Мини-выставка. Расскажите о тех работах, которые у нас в студии. Сегодня в студии. Предоставляю. Любимая из этих работок-то какая? Я могу и Анинах рассказать, Яшка, искусство. Если Анна вам доверяет, почему бы нет? Ой, я доверяю, потому что я не могу говорить о своих работах, потому что когда спрашивают, почему вы это сделали, я не знаю, почему я это сделала. Я сделала и все. Ну, то есть, вот у меня было настроение, я это сделала. Так, чтобы вот я специально села и что-то сделала, такого не бывает. Это в тему споров, кто водит рукой художника, правда? Ну, как-то... Вдохновение. Нет, ну, вы знаете, вдохновение, когда художник всегда должен быть при карандаше, чтобы когда муза его посетила, то он был готов. Вот есть такая позиция, да. А моя просто вот, мне захотелось, и я сделала. Я не могу объяснять долго о своих работах. Готовите обед мужу, и здесь вдруг, вдруг... Это бывает крайне редко. Да, выключаем газ и идем рисовать. Такое крайне редко бывает, особенно когда готовишь обед. Так, Костя, вам слово, что можете сказать об этих работах? Об Анинах. Я могу сказать, что, несмотря на их необычность, все-таки у нас, как бы, в основном люди привыкли к академизму и к реализму. То Анина работы выглядят вызывающе. То есть, и... Но на самом деле они очень искренние. То есть, Аня попала в среду свободных художников. Все на очень разном уровне были, вот. И каждый остался самим собой. То есть, это самое важное. То есть, и Аня осталась самой собой, потому что она выплеснула свою энергетику. Вот Костя сказал, тогда еще я Анну не видела. Он мне только рассказывал о ней. Он говорит, вот, а моя девушка, она сейчас выставляется, говорит, во Дворце Республики, да, там в картинах. И у нее, говорит, картины по два метра, по полтора. Я думаю, господи, как можно нарисовать картину два метра? Как можно увидеть ее, понимаете, в полном размере? Вот, то есть, для меня это было вообще что-то непостижимое. Вот, у Анны они до сих пор хранятся. Мы иногда приходим. Ну, она здесь, конечно, скромничает, но она говорила про эмоции. Как это так, пять метров, два метра картины, это нереально. Первый раз, когда я была в Дрездене у Александра Карнера, то это была монументальная живопись. Это как раз-таки вот эти вот большие полотна. То есть, специально для этого мы как бы и ехали туда. А в 2008 году я поехала уже на графику. И, естественно, первые несколько дней мне было немного тяжело, потому что наш преподаватель, она мне сказала так. Так, ты, Аня, забудь все, о чем ты знаешь по своей вообще, ну, все, что ты изучала, и включи как бы только эмоции. То есть, вот ты закрой глаза и карандашиком води по периметру бумажки, вот, и почувствуй это ушко, которое ты рисуешь. То есть, ты его потрогай, ты его порисуй. Вот, она говорит, а теперь вот твоя правая рука, она прекрасно все видит. Ты на натуру даже не смотришь. То есть, она просто знает, что она рисует. А ты вообще руку правую забудь и возьми только левую. И попробуй левой рукой работать. И вы знаете, левой рукой у меня получилось куда более интересные вещи, потому что я просто не сводила глаз с натуру, я просто вот, ну, то есть, уже как бы смотрела только на нее. И действительно, когда ты к чему-то привыкаешь, то потом ты уже мало обращаешь внимание на какие-то детали. А когда тебя ставят другие уже условия, то ты по-другому к этим условиям, на эти условия реагируешь. Или эксперимент с двумя руками. То есть, допустим, два карандаша, движущийся человек, он ходит вот по комнате, и ты, и его движение должен как бы изобразить. Двумя руками получается. Вот, кстати, эта работа и есть. Тут здесь человек в движении, и сделанный двумя руками получается. Красный карандаш, я не помню, левая, правая. Ну, в общем, одновременно задействованы две руки. Я делал просто серию картин, где меня интересовали как бы чернокожие образы, скажем так. А вы срисовывали их живых? Нет, ну, это как бы фантазийные вещи такие, вот. Ну, это называется миф, это называется там Европа и Африка, по-моему. Вот, то есть, ну, я могу просто сказать, что это две картины одной серии, и их больше. То есть, они входили в серии, где я пытался изобразить различные тропические цвета, то есть, какие-то образы такие декоративные, что ли, плоские. А как много времени ушло, вот, к примеру, на создание вот этой картины? Ну, я даже не могу, они по-разному делались, то есть, они могли стоять потом, я их брал и чуть-чуть дописывал, когда работал, то есть, там, в течение, там, месяца, может быть, меньше. Мы уже поняли, что работы у вас достаточно много, и, понятно, хочется узнать мнение зрителя, как часто удается выставляться? Ну, как-то практически мы не выставляемся. А потребность в этом есть? Ну, у меня лично особой потребности на, ну, как бы, на выставке нет. Я этим не болею, не страдаю, то есть, ну, я для себя сделала и сделала. Вот. Если кому интересно, я с удовольствием покажу, похвастаюсь, почему бы и нет. Анна, знаем, что пару лет назад ваши работы демонстрировались в заброшенном деревенском доме. Многие могут сразу подумать, что, ну, наверное, на престижную площадку не хватило средств, но я знаю, что это была задумка такая, верно? Да, это был сознательный ход. Нас пригласили наши друзья. Вот, подробнее расскажут об этой вообще всей истории Константин. Вот, как бы, такой специальный арт-проект, арт-хата. Передаю слово. Я так понимаю, по-белагнициалу этого проекта, да. Можем расповесить вам про концепцию, потому что у заходного мастатства, да не только у заходного мастатства, вельми популярным является перформанс и хэппининг. Хэппининг – это, коли глядач, он удельничает у самой арт. Нечто сдарлась только что и тут, на гэтом месте. Так, и, коли вы як созераете на гэтату, гэта перформанса, мастак нешто робить. И созеральник, глядач, з'является частка арт-проекту, то есть он так само може ходить у некой просторы и так далее, ци примать удел у стварэння арт-проекту. Гэта хэппининг. Но мне здаётся, что гэта праект был и хэппинингом, и перформансом. Задачей было стварыть некую простору, якая бы контраставала с аняными дрезденскими работами. И мы выбрали беларускую хату, и она была в пауразбуранном стане. Мы её на протягу четырёх дней выдраивали, чистили, выносили оттуда сметти. А што гэта за хата у яким регионе, цей районе, в областях? Гэта региона, там наши сябры и коллеги, так сказать, стварали такую вёску, якой можно было проводить розные мероприемства, и музычные, и не только. Красный Октябрь, наверное. Да, и нас туда запросили, як презентацию гэта 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 гэста, што габмы стварыли некий, ось таки, текавый праект. Знаю, ребята, что сегодня активно занимаетесь дизайном интерьера, а свои первые работы помните? Это один с прокладом, я так разумею. Ну да, помню, но о нём говорить мне стыдно. Предоставите слово Константину, я так понимаю. Нет, просто первые, естественно, друзья, ну, как бы своим близким, где можно было поэкспериментировать. Даже не с себя начали? Нет. Не рискнули? Нет, с себя, конечно, всю свою учёбу, когда я находилась в одном и том же помещении, и, можно сказать, жила, творила, ночами не спала, оно переживало со мной этапы, как это становление моей творческой личности, и там всё было, и чёрные обои, и серые обои, и золотые обои, и стол так, и дар в сне. Да, 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 и рост в сне. Хорошо, когда поняли, что просто имеете право советовать людям, как делать правильно? Костя, она? Ну, когда люди почувствовали, что им нравится, то есть когда я почувствовала, что это им нравится, то есть я стала себя увереннее чувствовать, когда я почувствовала потребность людей во мне, ну, то есть и в Константине. Большинство экспериментов, таких проб, наверняка приходилось всё-таки на собственное жильё уже, ваше совместное жильё и позже, да? Мы занимались дизайном задолго до того, как почали створать свой дом, то есть у нас старый дом, але внутреннюю простору мы целком зменили, и дякую чыганню, в якой народжались идеи, и мы их вособили разом. Вот. И наше жильё стало таким прикладом и витриной, может быть, на какую реагуют наши заказчики, например, которые приходят до нас, и не усім, але в обычный час, да, им цикаво глядеть, пытать у нас, как мы это зарабили, там, и так далее. Ну, и мы створали гэтую атмосферу, как люди бачили, что у нас есть идеи. Наша съёмочная группа не так давно побывала в вашем доме, давайте смотреть и комментировать. Итак, я так понимаю, что вот как раз эта комната, которая сейчас у нас на экране, это комната для творчества, для работы, да. А это открытка, которую Костя делал. То есть это он занимался раньше открытками. Это наша майстерня, то есть мы, как правило, тут сустракаем наших гостей. Там такая потрясающая атмосфера, действительно. Вы тоже были в гостях? Конечно. Это наш любимый гость. Светлана, вам комфортно вот в этих условиях, в этой обстановке? Очень комфортно. Самое интересное, что однажды Костя, когда был в Москве, работал, то мы с Анной делали один очень интересный проект. Мы делали с ней огромный макет. Мозырской горы, да, 16 век у нас была замковая гора. Да, да, да. Да, это макет был 2,5 на 3 метра. То есть он стоял полностью в зале. Вот здесь, где стоит пианино, это все пространство было занято макетом. Вот. И Костя иногда там по скайпу вечером выходил, там давал нам какие-то, значит, рекомендации, что это было. Он же еще и историк, в принципе, по архитектуре, да? Как это назвать твою специальность? Ну, искусствовед. Да, искусствовед. Это спальня, правильно? Я понимаю. Этот комод мы как бы сами его делали. То есть фасады. Дизайнерский комод. Фасады. Ручной работы. Да, ручной работы. На седьмом месяце беременности я с лобзиком вырезала из фанеры эти фигурки, вот шлифовала, Костя их клеил и прибивал. В общем-то, было достаточно интересно. У меня был период гнездования. Строителей не нанимали? Нанимали некоторые, конечно. Нет, все, ну, такие... Серьезные виды работы, сложные. Ну, кирпичи мы сами шлифовали, отбивали штукатурку, красили. Лепнину сами делали из гипса. Здесь и классика, и современность, и что-то из прошлого. Далеко от классического все-таки стиля, да, что-то такое универсальное. Мы максимально пытались сохранить то, что у нас есть, и когда мы делали что-то новое, сознательно делали это новым, потому что у моей сестры, у реставратора, она училась в Германии, у нее золотое правило. Не пытайся делать стилизацию или не пытайся, как это сказать... Имитировать старое. То есть, если у тебя идет старый кирпич, и тебе надо надстроить ровную, то надстрой новым кирпичом, чтобы был виден год, дата и число, когда ты это сделал. Чтобы можно исторически зафиксировать факт того, что здесь что-то произошло. Черный кирпич на кухне довольно-таки непривычно. Это, я так понимаю, тоже идея Константина. Ваша. Идея Константина, он... На самой справе, вся идея нарожалась по ходу, мы шмат помеж собой конфликтовали. Экспериментовали, так само. И много таких спрячных вопросов было. Але, все доброе. Там еще праотства, верно, много. Сегодня во всем мире услуги дизайнеров очень востребованы. И достаточно недешевые услуги эти. Беларусь к этому уже пришла, и белорусы вместе с ней. А как в Гомеле ситуация? Ну, во-первых, надо сказать, что мы благодарны людям, нашим клиентам. Потому что, ну, как бы без них и дизайн не нужен. А у людей все-таки есть большая потребность в красоте, в эстетике. И как бы если человек сам не справляется, да, или он чувствует необходимость дизайнера, это уже хорошо. То есть потребности кипс-дизайнерах, как таковых, есть у нас в городе? Да, да. И у людей дефицит, именно дефицит, как бы, информации. То есть им надо информация, доступ к информации. И дизайнер может помочь. А как же интернет, в котором все расписано до мелочей? Очень надо фильтровать. Так появляются проекты дорого-богато, да? Как вы говорите по-белорусски. Или хай-так, да, как еще бывает. Хай-так, да. Ну, человек, который приглашает дизайнера, это говорит о наличии уже у него внутреннего вкуса. Он сам осознает, что где-то ему нужна помощь. Если человек это понимает, значит, с ним интересно будет и хорошо работает. Для того, чтобы постоянно развиваться, нужно, конечно, изучать и зарубежный опыт. Как часто удается бывать на зарубежных выставках? Знаю, что не так давно вернулись из Милана. Там принимали участие во всемирной выставке дизайнеров, не так ли? Мы не принимали участие. Мы просто посетили... В качестве зрителей. В качестве зрителей, да. И это впечатление, что удалось для себя почерпнуть. Ой, не хватит передачи, чтобы рассказать... Ну, как минимум, новые тенденции, чем дышит Европа и весь мир. Европа дышит практичностью и экодизайном. Это натуральные материалы, это новые технологии, это очень удобная фурнитура. Вот. Все достаточно... Достаточно просто. Да, просто и экологично. В то же время очень сложно, потому что именно технология составляет основу дизайна. То есть, как это сделано, люди там отодвигают, допустим, какую-то шуфлядку и не понимают, как это происходит. То есть, или там поверхность выезжает на какое-то расстояние. То есть, тут главное технологии. Я думаю, эту информацию очень полезно будет знать каждому, кто затеял ремонт. Светлана, в вашей гильдии планируется такое направление, как дизайн преподавать? Да, ребята предложили мне использовать это направление в связи с тем, что на сегодняшний день очень многие хотят, чтобы в квартире было красиво и уютно. Но не у всех есть деньги заплатить дизайнеру, да? Но если у него есть свой вкус, то наши ребята просто помогут ему из тех вещей, которые существуют уже в квартире, да, в доме, сделать и навести этот уют. То есть, это цветоведение, да, это композиция. А ребята в этом просто профессионалы, поэтому, конечно, конечно, мы будем собирать такого рода группы, небольшенькие, для того, чтобы ребята могли рассказать вот эти общие тенденции. И правила, каноны, будем говорить так, дизайна. Отдельный вид творчества, который освоили, это художественная руспистема. Расскажите об этом опыте. Ну, во-первых, как ветераном нельзя, так сказать. Но первопроходцем в этом была именно Аня, потому что она была и граффитистом, то есть граффити делала, и именно она начала делать вот, ну, в нашей семье, как бы. Я пришел к этому позже. То есть, когда у меня был первый заказ, то я с Аней, в принципе, его и сделал. А много таких заказов вот в нашем городе, и что чаще изображаете? Ну, заказов, Анниточка, даже. Я могу сказать одно, что люди у нас очень любят Италию. Но я понимаю, за что ее любить. Все-таки, когда живешь в этом климате, не всегда это солнышко, хочется на море, поэтому хочется окружить себя чем-то очень теплым, воздушным, свежим. Поэтому люди любят Италию. Я раньше думала, вот, зачем все время это Италия, уже надоело рисовать эту Венецию. А потом, когда съездишь в Италию, ты понимаешь, что да, и я бы, может быть, нарисовала у себя бы Италию. Поэтому могу понять людей, которые хотят увидеть за окном море, расширить пространство. Креативный декор – еще одно направление, достаточно интересное, расскажите о нем. Мы его публикуем в наших работах для того, чтобы, допустим, реализовать какие-то вещи в области витрин, допустим, оформления больших пространств или малых пространств, допустим, интерьеров, где необходимо сделать какой-то предмет необычным, да, каким-то вызывающим, может быть, интересным. Вот Аня, допустим, предложила сделать недавно креативный декор для своей близкой подруги. И что это было? И это было очень интересно. Это была деревянная панель на кухню. У меня подружка, она очень любит яркие вещи. Ваша студия бы ей очень-очень понравилась. Вот. И она может эти вещи как бы выносить и выдерживать. И поэтому она заказала у меня дизайн интерьера достаточно яркий и активный. И мне даже иногда приходилось ее немножечко гасить. И была однокомнатная квартира, много задач надо было решить. Во-первых, сделать из однокомнатной двухкомнатную. Во-вторых, сделать так, чтобы ничего не было видно, никаких зон хранений и не съедалось никакого пространства. Чтобы все было максимально удобно и много места. Вот. И, естественно, все стены при этом мы сделали светлыми. Но она хотела крафти, яркости. И тут на помощь пришел креативный декор. Да. Мы из моего старого забора сделали ей очень красивую деревянную панель. Яркую, нарядную, веселую. На которой просто любой предмет интерьера выглядел весело. Когда к ним приезжаешь, даже в самую плохую погоду, в холод, в мороз, у них ощущение, как будто там солнышко всегда светит. И ведь действительно, чтобы достичь какого-то эксклюзива в своем доме, здесь могут на помощь прийти старые забытые вещи, забытые на чердаке, в чулане, в подвале. Согласись. Я просто вспоминаю, какие у меня есть забытые вещи, чтобы взять подсказку у дизайнеров. Которые вроде уже и не нужны, но так жалко выбросить. Ведь вот в этом случае приходит на помощь вот этот креатив, да? Да, да. Стулья сейчас, ничего не выбрасывайте, несите все нам. Швейные машины старые, какие-то столики, чемоданы. У нас очень много частного сектора, если каждый залезет к себе на чердак, я уверен, можно на скриптище на одну квартиру. Да, ведь покрасить и цвет может решить все, что угодно. Знаем, что вы подготовились к нашей передаче и прямо сейчас готовы продемонстрировать, насколько же это несложно превратить старую вещь в некий эксклюзив и в произведение искусства. Сейчас мы покажем, как можно из такого предмета, как старый стул, сделать интересный дизайнерский стульчик, декорированный в стиле Прованс. Скажем так, с эффектом состаривания. То есть, чем ближе к Светлане, тем ближе к Провансу. Именно так, да. Светлана как акцент. Итак, что нам для этого нужно? Для этого мы берем стул. У нас их три стула, но вы берете там один, допустим, сколько у вас есть. Просто здесь мы показываем эволюцию стула, каким он должен стать в ходе нашей работы, да? Значит, для этого нам необходимы такие вещи. Значит, это респираторы. Они обязательны, да? Желательно, да. Дальше. Это такой акриловый автомобильный лак. Лучше на акриловой основе, потому что это дерево. Не алкидное. Вот. Дальше нам нужно замешать цвет, которым мы хотим покрасить, сидушку стула на свое усмотрение. Это краска какая? Это акриловая. Та же акриловая краска. Это тоже акриловая краска. Первый слой – слой краски, и затем мы лакируем это, да? Так, чтобы до утра еще не было. Да, лак будет в самом конце. Лак желательно хороший, чтобы он был устойчив к истиранию. Ну и шкурка для того, чтобы сделать эффект состаривания. Вы можете поучаствовать. С удовольствием. Это не сложно? Нет, нет, это абсолютно не сложно. Ну вообще вот эти стулья венские, они называются, это мечта вообще любого творческого человека, потому что здесь можно и декупаж делать, и роспись всевозможная. За счет того, что у нас нижний слой темный, а верхний светлый, то у нас будет просвечиваться темный слой, таким образом будет эффект достигнут. Вот мы берем, и вы тоже можете. Я вам предлагаю вот по контуру чуть-чуть вот так вот нанести, такую линейную. Застарить сидушечку. А мы делаем это здесь. Ножки мы делаем вот так. Все это делается достаточно быстро, много времени не занимает. На самом деле венский стул это классический дизайн, он просто бессмертный. Все зависит от его цвета. То есть если его покрасить в белый цвет и застарить, он как Прованс. Если покрасить его в черный, если ты лицом на таре, он уже как английский, такой достаточно строгий. Если пашить на него чехол какой-нибудь золотисто-голубой, он может превратиться и в классический стол. А если его покрасить краской серебрянкой, он прекрасно подойдет и в лофт, и в какой-то современный интерьер. Поэтому от цвета этого стула зависит его и в принципе стилевое назначение. Вы пока говорили, мы практически уже... Да, он уже почти готов. Застарили. И без того не новый стул. Тот момент, о котором говорил Костя. Я сейчас видела в магазинах новые стулья. Вот точно такого же дизайна, только у них уже, например, длинные ножки. Или они сами по себе меньше. Сейчас мы будем делать цвет вот этой сидушки. Нам кажется, он слишком простым, этот стул, поэтому мы его усложним таким способом. Выделим вот эту часть другим цветом. Вы можете выбрать цвет на свое усмотрение. Нам понравился этот. Сейчас попробуем. Вы знаете, мне тоже нравится то, что нравится вам. Я думаю, что надо уже сделать комплект все-таки, поэтому... Держите вам. Перчатки. Перчатки. Спасибо, мне доверяете такое ответственное дело. Конечно. И чем небрежнее будут мазки, тем живее и интереснее будет смотреться стульчик. Поэтому умеем. Поэтому шалите. Вы можете брать, я буду держать. Сидушку можно, кстати, еще сделать не только розовой. Ее можно оставить белой, вырезать из трафарета какие-нибудь мелкие милые цветочки и губкой их наставить. Не, нормально. И просто втирайте. Такой. Сюда, да, вот так. Ой, какой прекрасный цвет. Я так понимаю, этот цвет сейчас в тренде. Да. Это что-то такое нежно-персиково-розово-малиновое. Нет, малиновое, пожалуй, нет. Очень красиво. Ну да, красиво. Я уже мечтаю о таком стуле в свою квартиру. На самом деле, любой стул может быть таким. Ничего страшного, что я захожу за границу? Нет, нет, нет. Это даже придает ему некую такую... Ручную работу. Ценность. Чтобы придать ему такой лоск, блеск и законченность, необходимо покрыть стул лаком. Вот такой стул у нас получился. Да. Настоящее, действительно, правильно вы сказали. И вот финал этой работы. Настоящее эволюция стула у нас на наших глазах происходит. Прямо в эфире «Беларусь-4». Сейчас мы этот стульчик оживим. У нас получился предмет, который можно использовать. То есть это будет не просто декор, а это будет функциональный декор. То есть стул у нас сохранил свои функции, но он обновился. Светлана, как впечатление? Так великолепно. То есть вы работали на отличном. Вы бы себе такой стул взяли. Ой, великим удовольствием, конечно. Ну что ж, уважаемые гости, спасибо за такой замечательный мастер-класс. Я убеждена, что наши телезрители, ну, по крайней мере, несколько наверняка... Некоторые уже красят. Да, возьмут из подвала или чулана какую-нибудь старинную вещь и превратят ее в такую красоту. Этого вам и желаем. А еще желаем доброго вечера нашим гостям и вам, дорогие телезрители. Доброго вечера, Гомель. Партнер показа – сеть фирменных магазинов «Гефест». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова